Христос Следующая притча царя Соломона, которая, в отличие от многих иных, строится не на противопоставлении, например, праведника грешнику или грехах добродетели, а на принципе параллелизма. Преисподние и Авадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. То есть одна часть первая усиливает вторую. Конечно, нам в первую очередь интересно узнать, что такое Авадон. В переводе с еврейского Авадон или Аббадон означает погибель, тление. Так часто эти слова и переводят в церковнославянском языке. Кстати, и этот самый стих на церковнославянском произносится так. «Ад и пагуба явно пред Господем». То есть еврейское Авадон здесь переведен как пагуба, как название определенного места, которое посмыслал торжественную аду. В иных же случаях Авадон именует не место, а личность. Так в 9 главе книги Откровений святой апостол Иоанн пишет. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя. А из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Царем над собою она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон». По общему мнению святых отцов, этот ангел бездны есть дьявол, а саранча, падший духи, который в последние времена, освободившись по попущению Божию из места своего заключения, то есть из состояния связанности в своих действиях, явится среди людей для их прельщения и мучения. Таким образом, Авадон – это одно из наименований дьявола или наименований места его пребывания, то есть ада. Вот это вся исчерпывающая информация, которую нам необходимо знать про этот термин. Так вот, по мысли царя Соломона, Авадон как место и Авадон как личность, то есть дьявол – все это открыто пред Господом. Вот это важно помнить, потому что немало людей привычно думают, что Господу известно Царство Небесное, ангельский мир, люди. А вот иное как-то ускользает от его внимания, находится вне его божественного промысла. Так, во всяком случае, под спудном многие думают, даже православные. Поэтому Соломон учит, что Богу известен каждый уголок ада. Более того, ему известен каждый бесеныш, ему известен и их князь дьявол. Бог не просто знает о нем, но знает о всех его скрытых намерениях, о тех планах и желаниях, которые есть у дьявола, которые он вынашивает в тайне. У Бога дьявол как на ладони. Так что, если он и предпримет попытку погубить мир, то прежде чем успеет даже подумать об этом, Господь уже будет знать его замысел. Вот об этом важно помнить. Часто из общения с людьми замечаешь, что у многих, даже православных, религиозные воззрения строятся на принципах дуализма. Это такая ересь была в первые века, которая была осуждена. То есть, человек по принципу дуализма признает в мире две равноправные силы, совечные друг другу. Сила добра и силы зла, которые с начала бытия сопротивляются друг другу. И когда человек верует таким образом, то он естественным образом теряет веру в Бога, перестает доверять Ему и начинает всего бояться. Мол, Господь не ведает, Господь оставил мир или не силен одолеть дьявола и его приспешников среди людей. Таковые начинают бояться конца света, таковые. То есть, вот эти люди начинают бояться конца света, пришествия Антихриста или подобного этому. Так вот, если преисподняя и дьявол открыты перед глазами Господа, то тем более перед ним открыты сердца людей. И все замыслы темных князей, тех самых серых кардиналов, властных и богатейших людей, желающих править миром, вот все их замыслы, часто они известны нам, уже известны Богу. И что главное, подчинены Его воле. И без Него, сколько бы ни силились эти люди, даже если сам дьявол будет им помогать со всеми своими полками, все равно они ни в чем не преуспеют. Потому что наш мир, слава Богу, имеет лишь одну привечную силу, одного Вседержителя, который знает каждый уголок Вселенной и каждое скрытое желание как людей, так и ангелов. Он единый правит миром и будет судить каждого. Поэтому и будем бояться лишь Его и доверять Ему во всем. Господь нас никогда не оставит. Субтитры создавал DimaTorzok